Здравствуйте! Это библейский портал «Экзегет», и мы постараемся с помощью Священного Писания ответить на вопрос, почему все хорошее в этой жизни дается через усилия. Но для начала вспомним те времена, когда это было совсем не так. Господь без всяких усилий с нашей стороны дал нам абсолютно идеальный мир, то есть Он сотворил безграничную вселенную, сотворил светило, сотворил уютную планету, на которой развел воду и сушу, заселил ее зверями, поместил прекрасные природные растения и так далее. И уже в этот идеальный мир, без каких-либо усилий со стороны человека, был помещен человек, которому он был дан в управление, в пользование, и человек никаких усилий не предпринимал. Он то есть просто в свое удовольствие помогал Бога этим миром управлять. Но после грехопадения ситуация немножко поменялась, потому что без усилия возможно только если силы дает Бог. Теперь же Господь нам, ценя нашу свободу, свою силу не навязывает. Поэтому мы, если делаем что-то хорошее, причем даже это касается людей, которые, например, в Бога не верят, а просто стараются что-то хорошее сделать, все равно вынуждены усилия применять. И через это мы показываем свой свободный выбор, свой свободный выбор, что мы собираемся следовать за Господом. Да, конечно, вот тоже самые первые слова Господа изгнанным Адаму и Евы, трудись в поте лица, и хлеб свой будешь есть в поте лица, и вот Ева ты будешь рожать детей в муках и страданиях. Это, конечно, они показывают, как продолжалось, как идет наша жизнь. И ветхозаветные слова, например, что не отвращайся от трудной работы, от земледелия, которое учреждено от Вышнего, что эти слова тоже, как мы видим уже спустя века после изгнания Адама из рая, они по-прежнему актуальны. Что тоже, тоже мы делаем труд некоторый для Бога. Мы не справились с управлением этого мира и сохранением его в совершенстве, а, как мы помним, исправлять всегда тяжелее, чем сделать правильно. Господь приходит и своим божественным воскресением, своими крестными страданиями этот мир обновляет. Однако, если мы посмотрим, то он по-прежнему нам подсказывает лучше взять и усилия прилагать. При этом не заставляет. Отнюдь мы можем усилия не прилагать. Однако, есть некоторая опасность. Господь о ней говорит в 7 главе Евангелия от Матфея. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Тут еще проблема в том, что по пути человек все равно идет, что он все равно усилия на свой путь жизненный прилагает. Поэтому тоже, когда лукавый говорит, не, вот можно не очень что-то доброе сделать, но зато меньше усилий приложить. Не факт. Можно очень трудиться, можно много усилий приложить, можно многое претерпеть и не найти вот этот узкий путь, который есть сам Христос. Господь говорит, я есть путь, истинная жизнь. И ты проходишь мимо, мимо врата спасения. Поэтому человек, если он жаждет быть со Христом и жаждет попасть, вернуться даже, можно сказать, в то место, где для того, чтобы доброе получить, не нужно будет никаких усилий. То есть ты попадаешь в Царствие Небесное, и вот этим безграничным счастьем, безграничным добротой, своими свершениями просто наслаждаешься без каких-либо усилий, если ты этого Царствия Небесного достиг. Но для этого надо пройти именно за Христом. Потому что если мы идем и предпринимаем усилия, но не идем за Христом, будет вдвойне обидно. И столько усилий потратил, и все тщетно. Поэтому наша задача еще усилий направить в нужное русло. Как это сделать? Собственно, для этого Господь столько притч нам и написал. Потому что Он нам дает, дает некоторый путеводный лист в Священном Писании, по которому мы, которые все равно будем усилия предпринимать, сможем эти усилия направить для спасения своей души.